Здравствуйте, в эфире программы городские встречи. Сегодня мы поговорим о туризме. У нас в гостях Сергей Новиков, руководитель центра путешествий «Розовая пантера» и офиса «Пегас Туристик» в Рязани. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Как у вас настроение? Отличное. Путевки продаются? Продаются, конечно. Куда у нас люди в этом году больше всего желали полететь, поехать, отдохнуть? Среди пляжных направлений Турция, Тунис, европейские страны, Испания, Греция, Кипр. Ну и не забываем, конечно, про наши любимые российские курорты, такие как курорты Краснодарского края и Крым. Вот уже бархатный сезон наступает для... Мы так его позиционируем, русские люди. И куда предпочтительнее всего отправиться? Куда интереснее будет отправиться, может быть, в этот сезон? Где погода будет помягче, поприятнее, может быть, чтобы еще можно было позагорать и покупаться? Ну, конечно же, сейчас мы не забываем о летних направлениях, которые будем продавать еще, наверное, до середины октября. Такие как, опять же, Турция, Тунис, Краснодарский край. Погода позволяет еще посещать данные места. Ну, европейские курорты уже более переориентироваться будут на экскурсионные туры, начиная с октября месяца. А что же в Турции и в Тунисе творится зимой? В Турции и в Тунисе творится зимой? Интересный вопрос. Но, как известно, Тунис – это не только пляжный отдых, но еще курорт, который готов предложить очень хорошие таласы, центры таласы, терапию. Поэтому зимой этот курорт также востребован. Ну, а турецкое побережье, как правило, зимой отдыхает, готовится к летнему сезону. Но в новогодние туры многие отели принимают наших гостей. А что из себя представляет талас-терапия? Что это? Талас-терапия – это большие центры, комплексы, либо на территории отеля, либо за его пределами, которые готовы предложить различные СПА-процедуры, обертывания, уход за телом, за волосами, за кожей, лечение различных кожных заболеваний. Поэтому, кто хочет отдохнуть, порелаксироваться, добро пожаловать в Тунисе зимой. Ну, там есть специалисты, которые подсказывают, да, что лучше для организма? Они проводят обследование, так? Или там пальцем в небо? Не, ну, пальцем в небо, конечно же, никто не работает. Все центры там сертифицированы, имеют специалистов, врачей, докторов. То есть, просто так вы пришли и сказали, сделайте мне массаж, к вам пальчиком никто не прикоснется. Ваши туристы, когда я была у вас в офисе, рассказывали, что там же в Тунисе, на острове, который рядом расположен с материком, водоросли порой там в мае, да, бывают, что прямо на берегу практически находятся. Совершенно верно. И это тоже какую-то ценность для организма предоставляет? Ну, все те водоросли, которые используют в Таласо-центрах и на берегу турист самостоятельно, они одни и те же. Единственное, что в Таласо-центрах используют продукцию, которая предоставляется уже какими-то компаниями, которые перерабатывают эти дары моря, добавляют туда что-то. То есть, как бы продукт готовый к употреблению. Ну, как они вот вообще отзываются именно о таком отдыхе, ваши туристы, да, когда они в октябре, в ноябре вот уже едут куда-то? Очень много людей возвращается и покупает такие туры вновь и вновь. Связано со многими факторами. Во-первых, это вопрос цены, потому что пляжное направление вне пляжный сезон стоит на порядок дешевле. Ну, и как бы сейчас погода, что в нашем регионе, что, в принципе, во всем мире предсказуемо мало. Поэтому даже в середине ноября, в конце ноября бывают солнечные теплые дни, которые позволяют даже совместить Таласо-отдых с пляжным отдыхом. Приезжают загорелые, отдохнувшие, омолодившиеся, красивые и счастливые. Так, ну а тем, кто хочет действительно вот пляжный отдых получить, жару и по-настоящему поваляться в песочке, это куда надо ехать? Добро пожаловать в Азию и в Карибский бассейн. Все-таки туда. Но я знаю, что и летом туда ездят люди, да? Да, конечно. Но в основном почему-то зимой. Как это вы объясните? Ну, объясняется все это очень легко. Во-первых, в Азии в это время заканчивается влажный сезон. Начинается такое хорошее, настоящее азиатское лето без дождей, с солнечным небом, с ясным небом, со спокойным морем. Что, в принципе, для туриста, который хочет отдохнуть на пляже, идеальные условия. Второй фактор – это то, что не работают такие пляжные направления, как Европа, наш Краснодарский край, ну и Турция, соответственно. Расскажите, вот как быстро можно долететь до Таиланда? Сколько времени это занимает? Ну, перелеты Бангкока порядка 8 часов, до Абхукета порядка 9. Ну, как вы организовываете все эти перелеты? У нас перелеты строятся на регулярных и чартерных рейсах, все перелеты прямые. Ну и, в принципе, мы строим полетные программы из всех трех аэропортов вылета Москвы, Домодедово, Шереметьево, Внуково. То есть не приходится пересаживаться, но такие вот бывают, да, случаи, что с пересадками, наверное, народ устает? Вы знаете, бывают случаи с пересадками, но это либо какие-то индивидуальные туры, либо туристам делаем туры комбинированные, например, если он летит или она летит в Индонезию на остров Бали и хочет посетить Сингапур, то есть совместить пляжный отдых с экскурсионной программой. Да, здесь будут пересадочные рейсы через Сингапур и как бы смотрим две страны. А вот там о полезных каких-то свойствах, которые там можно применить для своего организма, может быть, расскажете что-то? Знаменитый балийский массаж, тайский массаж, все это присутствует, ароматерапия, климатолечение, лечение маслами, то есть СПА-процедурами и азиатское направление очень богато. Ну а в плане еды там как дела обстоят? Если вот с маленьким ребенком ехать не опасно? Вы знаете, в плане еды дело там обстоит очень-очень хорошо. Во-первых, свежайшие морепродукты, очень хорошие фрукты, большой ассортимент, цены очень доступные. Ну и азиатские наши друзья уже привыкли к потоку европейских туристов, русских туристов, готовы предложить гостеприимный прием в русских ресторанах, которых очень много в Азии. Сергей, а что касается медицинского обслуживания, опять-таки, если возвращаясь к вопросу о детях, да, потому что у многих дети, насколько там качественно и кто вообще за это за все отвечает? В любой пакетный тур входит медицинская страховка. Если, дай бог, с туристом, с отдыхающим что-то случается в стране его временного пребывания, он всегда может обратиться на телефон горячей линии в страховую компанию, объяснить свою проблему, что с ним произошло, либо с членом его семьи. И уже менеджер страховой компании координирует его действия. То есть врача присылают либо в отель к туристу, либо отправляют уже непосредственно в клинику для оказания медицинской помощи. Насколько быстро и успешно все это происходит? Хорошие там вообще клиники? Вы знаете, да. Бывали случаи, и руки ломали, и ноги ломали. Не без этого. Медицинская помощь оказывается очень быстрая и качественная. А если, допустим, турист заблудился, что-то перепутал, напутал, не в тот отель пришел, как ему выкручиваться из ситуации? Может быть, были такие случаи? Могут ли они вам звонить там круглосуточно? Ведь разница во времени большая. На курортах работают наши представители в круглосуточном режиме. Это отельные гиды и дежурные менеджеры, принимающие компании. Телефоны у туристов всегда есть под рукой. Плюс ресепшн-отель, на котором работают, как правило, русскоговорящие представители. Ну и, конечно же, мы тоже на связи со своими туристами круглосуточно. А вот если говорить об экскурсионных турах, может быть, расскажете о новых каких-то направлениях, которые появляются и у нас в России? Может быть, да, на этот период как раз кому-то, может быть, интересно будет? И также в Европе, и в Азии. Что касаемо нашей страны, естественно, круглогодичный курорт, круглогодичное направление, которое не теряет своих позиций, это Санкт-Петербург. Потому что, как говорят туристы, Санкт-Петербург летом и Санкт-Петербург зимой – это разные города. И стремятся туда люди, едут туда люди. Все больше оборотов с каждым сезоном набирает Татарстан, город Казань. Красиво? Прекрасный город, прекрасные пригороды, такие как Раифа, Свияжск. Город очень преобразился в последнее время. Говорят, что это дорогой достаточно город, даже не дорогой, а богатый, что там богатые люди живут. Люди живут там хорошо. Замечательный город, широкие проспекты, широкие улицы, много зелени в центре города. В городе, кстати, нет пробок. Никогда. Классно. Да. То есть они построили очень много развязок, которые позволили уйти от пробок. И с одного конца города до другого конца города можно за 15-20 минут смело доехать. Я думаю, у Рязани надо перенимать опыт. Да. Наверное, там и дороги хорошие. Дороги неплохие, да. И нет маршрутных такси. Да? Да. А на чем же они ездят? Троллейбусы, трамваи, автобусы и метро. Куда еще отправляются россияне? Ну, что касаемо Европы, одним из лидеров продаж это Чехия является. В Чехии, кстати, также прекрасные экскурсионные программы и прекрасное лечение можно получить на курорты. Допустим, такие как Карловы Вары. Бывают комбинированные туры, то есть 5 дней мы проводим экскурсионную программу и 8-10 дней туристы приводят в порядок свое здоровье. Венгрия, Франция для романтиков. А для романтиков, кстати, что вы можете устроить? Вот, например, захотела пара связать себя узами брака, да? Достаточно дорогое мероприятие. Многие понимают, что за границей где-то даже в чем-то и дешевле. Это так? Вы знаете, если не дешевле, но и не дороже. Не дороже. Скажу так, да. Ну, вот как, допустим, это организовать? Где-нибудь на Кипре или в Азии? Вот сейчас более актуальна, наверное, Азия как раз, да? Вы знаете, не всегда это бывает и так. То есть и Европа тоже пользуется спросом в зимний период в плане организации свадебных церемоний. Это и Барселона, это и Франция, Париж, ну и тот же самый Кипр. На Кипре зимой и летом светит солнышко, хорошая погода. Мы уходим от пляжного отдыха, но никто не отменяет свадьбы зимой. И как вы это все организовываете? То есть и гостей вы собираете в гостинице, и саму церемонию. Вот если прям шикарный бал там закатить. Если пара хочет организовать шикарный бал, ради бога. Бывает, кто-то берет с собой только близких, там родители, близких друзей, там 5-10 человек. Бывает такое, что и до 100 гостей доходит. А есть такие, кто отправляется на север в путешествие вообще? Случается? Вы знаете, на самый-самый север нет. Отправляются в северные скандинавские столицы. То есть это Финляндия, Швеция, Стокгольм, Хельсинки, соответственно, Дания, Норвегия. Здесь популярные круизы, то есть комбинированные туры. Едем в Санкт-Петербург на поезде. Дальше автобус, паромы, которые представляют собой 5-звездные отели. В которых есть абсолютно все, начиная от ресторанов, баров, дискотек, заканчивая саунами, фитнес-центрами, спа-кабинетами. Вот такие туры очень востребованы, да. Но это прям особенный отдых такой, мне кажется. Нет, это очень доступный отдых. Доступный, но не для каждого, наверное, да? Почему? Для каждого? Это несложно? Нет, это совершенно несложно. Ездят и школьные группы, и особенно приятно, когда едут в такие путешествия люди уже такого преклонного возраста, парами, семьями. Поэтому эти туры абсолютно для любого возрастного сегмента. Скажите, а Россию иностранцы часто посещают? В последнее время, да. Почему? Что их привлекает? Их привлекает то, что в России, давайте начнем с того, что проводится очень много сейчас международных каких-то соревнований, встреч, политических событий. При всем при этом российские крупные городские центры становятся все больше и больше похожи на европейские города. И каждый иностранец хочет это посмотреть своими глазами, не с экранов телевизоров. Кстати, очень большой поток туристов именно с азиатских стран. Очень много китайцев сейчас, даже в Рязанской области. Но мы с ними дружим. Да, мы с ними дружим. Да, мы дружим со всеми, наверное. Ну, почти. Может быть, с Египтом тоже подружимся. Очень хотелось бы подружиться с Египтом вновь, да, но, к сожалению, пока что не получается. Ну, давайте тогда пожелаем нашим рязанцам также отправляться ближе уже к Азии, может быть, и в Китай. Я думаю, что вы можете предложить такие туры и по доступным ценам. Да, я хочу отметить, что уже сегодня открыто раннее бронирование на сезон осень-зима и азиатские направления, Вьетнам, Таиланд, Индия, страны Карибского бассейна, экскурсионные туры. Поэтому туристы, которые планируют свой отдых в этот период, есть смысл уже задуматься и прийти к нам в офис. Это точно. У вас там много материалов, которые можно посмотреть, и также вы часто путешествуете и со своих слов можете рассказать, как там было, да? Да, конечно. Мы всегда готовы поделиться своим личным опытом с нашими гостями, с нашими друзьями, с нашими туристами. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Удачи. И вам. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова